Чижа в пробке на Сумской. Сегодня группа «Буки-паровоз» поет легендарные песни, которые мы все поем на кухне. Сегодня программа «Казай» здесь валяется в снегу. А не спят ли мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр? Я думаю, все понимают, какой сегодня трибют. Всем привет! Нам очень приятно в очередной раз посетить замечательное заведение «Пробка». И мы надеемся еще неоднократно сюда приехать. Публика просто потрясающая. Сейчас у нас большой тур по Украине. Мы работаем по всем городам Украины. И хочется отметить, что Харьков – особенный город. Он встречает просто настолько тепло, настолько позитивно, положительно, что мы просто этому очень рады. Наша команда очень рада. Поэтому атмосфера вы видели сами на концерте в первом отделении. Просто шикарная. А что еще будет во втором? А в третьем вы еще не знаете, что будет. Попросили спросить вопрос, почему ты не поешь «Чижа»? Пою. Ну, не сегодня. Ну, потому что у нас, на самом деле, у «Чижа» огромное количество песен, и они все в один трибют не вмещаются. Мы договорились с ребятами из Запорожья, с группой «Буги паровоз», что мы поем те песни, которые не играют они. И в этом есть свой прикол. Люди ходят как на наш трибют, так и на трибют группы «Буги паровоз». Потому что песни разные, и это интересно. У вас сегодня первое сентября? Нет, но я учитель. Учитель? Вы с работы? Нет, я сегодня выходная. Я на день рождения пришла. Сейчас преподаватели знают, что такое «Чиж»? Да, конечно. Я же не такая еще молодая. Какая это песня? Вот эту не знаю. А какие знаете? Они спят ли мне песню? Ну, это банально. А есть еще какие-то, хотя бы две? Нет. У вас был какой-то обряд, посвящение? Посвящение? Было письмо Сергею Николаевичу с разрешением Сергея Николаевича, типа, можно ли нам играть в ваши песни? Он говорит, да лопайте на здоровье, кто мешает. Каждый месяц мы перечисляем Сергею Николаевичу определенную сумму. Я-то шучу. В виде коньяка? Совершенно верно, да. Был бы адрес просто Сергея Николаевича, мы бы отослали бутылочку коньячка вкусного. Сергей Николаевич, счастья, любви и здоровья вам. И адрес пришлите, пожалуйста. Улыбаясь тюмку, по бульвару хожу, со второго люка на него не бежу. Он протянет руку, и ему я скажу, я горжусь, что здесь родился, здесь и живу. Ты знаешь, вот проблема в том, что у кого не спрошу, люди не совсем разбираются в этих песнях. Они знают там 2-3, а в основном им нравится атмосфера. Почему так утяжает? Потому что у него песни одинаковые. Ты понимаешь, очень давно, когда еще был сквозняк, когда еще Чиж играл на каскаде, была определенная атмосфера. И эта атмосфера, она передается в этих песнях. И народ может даже не знать этих песен, но слушая эти ноты, эти тексты, проникается и кайфует. Вот, собственно, мы это видим. А ну расскажите мне, почему день рождения в Пробке отмечается? Ну, просто моя подружка отмечала здесь в прошлый раз, нам понравилось, и мы тоже решили здесь отметить. Вы думаете, здесь будет как-то сегодня по-другому? Или вы пришли именно на Чижа? Ну, мы нет, мы не пришли именно на Чижа, но он нам тоже нравится. Чиж? Да. Да сломалось перо, ты порасти, может, в следующий раз. Февраль будет интересным. 2 февраля будет трибют, концерт, посвященный творчеству группы «Скрябин» и «Вечер памяти» Андрея Кузьменко. Поэтому три отделения из песен Кузьмы будут здесь. Также трибют группировки «Ленинград» 23 числа. Ну и, конечно же, день влюбленных. День влюбленных мы планируем привезти две киевские известные группы. Пока это будет интрига и секрет. Ну, а в марте ждем группу «Тик».